Прямой эфир. Вот здесь у нас небольшие проблемы. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Потапенко, всем мы хорошо известны. И скоро мы ожидаем Петра Афицерова, который здесь потерялся немного у нас. И сегодня у нас самое главное тема, по какому мы собрались, это, собственно, наступающая 8 марта. Здравия! Спасибо! А что мы тогда здесь собрались? У нас здесь не чай и кофе, а хорошее французское вино, которое мы... Узлопотребим? Не злопотребим, а употребим во благо. А когда придет Петр, еще больше употребим. Собственно говоря, трансляция окончена. Ждем ваши вопросы, комментарии, замечания, пожелания в нашем чате. А пока Петра нет, я начну задавать ваши длинные вопросы Петру, ой, вопросы Дмитрию. Да и Петру тоже можно. Я за него тоже отвечу. Да и Петру тоже. Вот, пожалуйста, Дмитрий. Самое интересует ваше мнение относительно возможного покупательского поведения россиян на 2012-2014 год. Михаил Хайзин, ваш большой коллега, привлекает поведение типа покупателя новой бедной, который будет находиться в состоянии дихотомии между емкостью кошелька и потребностями жирных докризисных годов. Будет пытаться и там, и там, понимаешь, получить что-то. Как вы? Ну, во-первых, надо разделить... Во-первых, мы выбрали старого нового президента, за что большое человеческое спасибо россиянам за их желание и нежелание выбирать и в целом думать за себя. Второе, в результате этого, соответственно, мы понимаем, что цены на нефть в ближайшие полгода, по крайней мере, пока нету, к тому никаких предпосылок останутся высокими. И, соответственно, распил бабла, которая называется нефтяной, она будет продолжаться. И в целом, как итог 10 лет, очень любят поговорить о том, насколько у нас выросло благосостояние народа. Рассчитывая его в зарплатах, в квадратных метрах, ну и прочь, в трябухе, к сожалению, это все равно, что вы начнете рассказывать о том, какая, если вы были моей супругой, вы бы начали рассказывать мне, какая вы замечательная. Вот вы купили такие сережечки, вы купили такое платьишко, вот такой лифчик, такой замечательный. И вот это от этого типа благосостояние сильно выросло. К сожалению, все определяется несколько иной составляющей, которая называется заработная плата. И в данном случае в бюджетном уровне тоже самое заработная плата того, чем мы наполняем бюджет. Так вот, ключевым фактором является следующее. За последние 10 лет наш бюджет, то есть его наполнение, если раньше нефтяная игла и сырьевая игла составляла всего 25%, то сейчас только по углеводородам у нас составляет 47%. Если добавить туда металл и все остальное трябуху, то это больше 60%. Так что было бы глупо ожидать, что, в общем, дальше все будет замечательно. Соответственно, мы зависим, как сидим на игле. То есть пока спасибо Ахмадиньжаду, что он ссорится со всеми, соответственно, в общем... Нефть дорожает. Да, нефть дорожает. То есть мы должны быть благодарны всем революциям, которые произошли на территории Востока. Соответственно, мы должны быть благодарны, поскольку это связывается с Госдепом, тому Госдепу, что он сделал эти революции. Благодаря этому наши бюджетники, учителя, врачи, пожарные, полицейские получают деньги. Если вот убрать лишнее звено арабской революции, то получается, что, в общем, все мы получаем деньги из Госдепа. Ну, потому что раз они организовали революцию, то, в общем, логичным продолжением является это. Поэтому говорить о том, чтобы продолжать, как бы, происходить обнищание, оно, в общем-то, уже произошло. То есть от того, что сейчас у нас много резаной бумаги в кармане, и мы упиваемся тем, что революция продолжается, то в какой-то момент количество революций все-таки окончится, потому что государства кончились уже, где можно устроить революцию. И совершенно справедливо говорят аналитики, что есть шанс, что нефть просядет в конце этого года или в ближайшие 2-2 года. И вот тогда то, о чем говорит Михаил, мы из этого кризиса, как бы, мы в него осознанно втягиваемся, потому что зависимость наша от нефтяной горы увеличивается. Вот, поэтому просто покупатель будет ходить туда, куда он должен ходить. Он должен покупать товар без НДС, без налогов. То есть велик шанс, что останется, в общем, либо магазин возле дома самого нижнего ценового сегмента, либо рынки, где можно купить товар контрафактный, либо гипермаркеты. Ну, все остальное, так называемая, независимая разница и небольшие сети должны сдохнуть по причине того, что и для производителя, и для покупателя они будут неинтересны. Ну, я немножко дополню вопрос. Все-таки хотелось бы знать, покупательское поведение, оно, вот как Михаил предрекает, оно немного изменится и появятся люди, которые за маленькие деньги будут хотеть хорошие товары. Они и так уже хотят. То есть наша общая неудовлетворенность самими собой, потому что нам все время чего-то не хватает, да, мы не можем, нам и это не нравится, и то не нравится, а по сути дела спросишь, а чего тебе не нравится? Хочется быть богатым и здоровым, но не бедным и больным, но при этом нихрена не делать. Поэтому вот эта ситуация, она пока продолжается. И в целом уже благодаря, в том числе и тому, что рейтинговые передачи показывают, что такое глазурь, то есть драка около всеми мою любимым метро Беляева между двух старушек. Одна продает рыбу, а вторая ее покупает. Вот одна берет рыбу и дерется с другой, рассказывает то, что акты сука, потому что ты мне вот больше, больший процент глазури наложил. То есть слово она уже выучила, но слово наложила, она уже тоже, она из лексикона не выбросила. Поэтому в результате наш народ, собственно говоря, хочет, хочет за маленькие деньги, но приличный товар. При этом, к сожалению, надо понимать, что дешевого товара у нас не будет. Ритейлеры по-прежнему будут являться уродами и козлами, раковые опухоли экономики. В принципе, я не исключаю того, что будут показательные какие-то порки ритейлеров. В общем, это логично, потому что летом будут повышены тарифы ЖКХ, налоги и все остальное. Ну, потому что выборы кончились. Все. Теперь как раз самое интересное. А поскольку за это отвечать кому-то надо будет отвечать, цены все равно же вырастут в конечном итоге в магазинах. Ну, соответственно, надо сделать показательную порку. Правда, есть единственные, но те, кто сейчас на экранах наших телевизоров порадовались с точки зрения производителя, а хоть наконец-то им ритейлером врежут, да вы не волнуйтесь. Собственно говоря, просто сетей станет меньше и вам уже совсем никуда будет податься. Так что, если вы радуетесь, что нет больше радости, чем сдохшая корова у соседа, да, будет нормально, нас будут прессовать, как и прессовали раньше, потому что на кого-то надо свалить это все. Мы это знаем. Вот, кстати, про сдохших коров, про магазин «Пятерочка» вопрос. В общем-то, человек собирается открывать магазин «Пятерочка» по обратному франчайзингу, да, это новая программа «Пятерочка». Она достаточно старая, как предназначена. Ну, мы про нее говорили в прошлом году с Михаилом Сусовым. Что вы, собственно, сами по этому поводу думаете? Стоит ли сейчас начинать сотрудничество? Ситуация в «Пятерочке» и вообще в «Х5» довольно-таки сложная? В «Х5» может быть какой угодно сложной ситуации, это, безусловно, только надо понимать, что у вас у нас очень честно сложнее. Поэтому, мягко говоря, вы можете просто сдохнуть самостоятельно и сдохнуть вместе с «Пятерочкой», если вы планируете, что она сдохнет. Но, опять-таки, если, да? Поэтому здесь то, что единичные объекты, которые разбросаны по всей «Матушке России», вот два дня назад я проводил в рамках бизнес-турной совещание в Пензе, и я повторяю, буду повторять своим коллегам и ритейлерам, что это только в России такая шизофрения, в 250 метров впихнут невпихуемые 7,5 тысяч наименований, и почему-то, причем скопировав ассортимент той же какой-нибудь «Копейки», не знаю, «Магнита» или еще кого-то, и считать, что вот магазин создан, к сожалению, и ссылаюсь еще, упаси Господь, на какой-нибудь зарубежный опыт. К сожалению, я не видел шизофреников в рамках бюргеров, которые, например, в угловой магазин 50 метров впихнут ассортимент «Алди», но по ценам, естественно, на 30% больше, или на 40%, чем у «Алди», и ожидают к себе клиентов. То есть, все-таки, если бюргер организует в магазине, он делает мясную лавку, сырную лавку. Но вот, к сожалению, почему-то мои коллеги-ритейлеры считают, что в России особый путь, и поэтому надо обязательно нахреначить в 250 метров 7,5 тысяч наименований, забывая, что ключевым является в маленьком магазине – это отстраивание именно ассортимента. А работа с ассортиментом, напомню, идет минимум в 4-х разрезах. То есть, есть люди, которые выбирают глубину ассортимента, ширину ассортимента, цену в каких-то группах, а в каких-то брендах. Причем, пощеркиваю, это все не пересекается, и это именно в группах товаров есть широкий ассортимент, глубокий ассортимент, есть цена товара превалирует, а есть где бренд. Но это, в общем, на это все мелкий ритейл плюет, и считают, что он может скопировать, и все будет хорошо. То есть, все-таки, ваш ответ – да, нет? Я, ну, еще раз говорю, да, безусловно, да, по причине того, что вы просто сдохнете самостоятельно. То есть, научиться работать с ассортиментом в течение, что называется, месяца, и вдруг прозреть – таки нет, такого не бывает. То есть, работать с ассортиментом – это самое сложное, в той товаропроводящей цепочке, которой мы занимаемся, называется ритейл, это самое сложное – формирование ассортимента. Потому что, к сожалению, Россия лежит под товаропроизводителями, как не хотелось бы это большинству наших властителей, дум, да и господам производителям. К сожалению, зависимость от брендов у нас слишком высокая. Ясно. Так, у нас небольшой технический перерыв на три минуты, и после этого вы, наконец-то, увидите с Петром Офицером. ...появился просто в середине сегодня. Вот, Дима, ты всегда так, да? То есть, когда ты рядом, то смех у всех выливает. Ну, ладно, Дим, давай начнем, все-таки начнем. Я буду задать вопрос, который готовил неделю, и также вопрос, который были в чате тоже. Дим, вот, смотри, ты очень известная личность, я говорила, что сети, рестораны и так далее, поездок, пароходы. Какие сети у тебя есть, да, и сколько магазинов в этих сетях? Сегодня, на сегодняшний день, 274 магазина в общей сложности. Все сети расположены в шести федеральных округах. Они распылены, соответственно, от Тверской области до, крайне на сегодняшний день, наш точка, это Южно-Южно-Федеральный округ. А где там? Это гастрономщик Есин-Туки, здрасте. Там-то как раз совсем все очевидно. То есть, и точно такая же ситуация в станицах. Они все распылены сконцентрированы, скажем так, по 40, где-то 30 магазинов, где-то 12. Соответственно, столовые точно такая же ситуация. Они также распределены приблизительно в тех же регионах, потому что мы выходим как бы сразу несколькими форматами. То есть, мы просто смотрим на недвижимость. Если мы говорим, там, город Никночьи поменятый, какой-нибудь Стрижевой, который вряд ли кто-то знает, то там мы занимаем потайльную долю, потому что мы там... Одни. Да. Пусть. Понятно. Так, они у тебя везде, в Сутуках, и в Стрижевом, и в Москве, и в Сегастрономщик. Нет, они, соответственно, это бренды ProDeco. Это 4 сезона. Был еще старый бренд у нас Тверской продукт. Это, соответственно, основные бренды. Слушай, а почему у меня один бренд? Это сезон. 200 сетей, 200 точек – это уже нормальная сеть. Это же надо консолидировать. То есть, технический вопрос такой... Периодически возникает вопрос, но каждая из этих сетей открывалась с разными партнерами, до сих пор партнеры разные. И пока вывести, скажем так, их между собой увязать бессмысленно, потому что у всех партнеров разные пока цели, и пока каждый из них зарабатывает деньги по отдельности. Моя задача как управляющего партнера, собственно говоря, заниматься операционной деятельностью. Вывод на единую акцию пока бессмыслен. Просто мы сразу же просядем по налогам очень серьезно. Понятно, Дима, такой вопрос. Понятно, что в каждом городе, особенно в круглом городе, федеральные сети начинают развиваться все больше и больше. Когда к законам приезжали по 25%, они пошли в более мелкие города. Такой вопрос. Как планируете бороться, скажем так, бороться, это громко сказано, как планируете защищаться, как планируете отстаивать свои позиции? Вообще, что вы делаете как сеть, как торговые точки для того, чтобы соблюдать паритет с федеральными? На сегодняшний день, поскольку, как ты услышал, города все небольшие, федералы туда не влезают. Пока. Пока, да. Даже самый близкий вариант Тверская область, где федералы пытались влезть, и мы достаточно хорошо занимаем недвижимость. Ключевое, я всегда произношу место, место еще раз, место. То есть, я, как говорю нашим слушателям на всех этих конференциях, мы занимаем локации. Конечно, мы не сможем противопоставлять в том случае, если они будут строить гипера, хотя, скажем так, на местном уровне у нас есть точки большие, то есть, условно говоря, большие, для местного уровня 2,5 тысячи площади. Для местного уровня это много. Соответственно, за счет этого мы пока и вылезаем. Когда федералы уже приходили, приходят регулярно, поскольку это мои коллеги, собственно говоря, разговор о том, что давай там перекупим, смысла и для них нет, и для меня нет, потому что, опять-таки, если они выведут это все на то налогообложение, на котором сейчас они все сидят, то есть, у них не будет такого количества юридических лиц, они просто на этом пролетят. Это одно из конкурентных преимуществ небольших компаний. Понятно, понятно. Хорошо. Вот тут сразу вопрос, я бы вспомнил просто. В одном, один слушатель написал вопрос, что там в нашем городе несколько местных сетей, а часть из них неэффективная, которые, что бы они ни делали, они стать эффективными не могут. Да, как бы, и это, так сказать, производители, они входить в эффективные сети не могут, особенно в федеральных годах, работать неэффективно и получается неэффективно и дорого. И вот человек такой вопрос, что теперь делать ему? Ну, вопрос эффективности, если сети существуют, то они местные, значит, они эффективны. То есть, оценивать с точки зрения производителя сеть бессмысленно точно так же, как с точки зрения сети оценивать эффективность производителя. Есть конечный результат, цена, который может обсуждаться. Соответственно, для данного производителя, если он не может войти в федеральную сеть, то ему надо кооперироваться только с такими же коллегами, то есть, по сути дела, делать контрактное производство, например, если он производит молоко, контрактное производство для какого-нибудь домиков деревьев, например. Это единственная возможность загрузить мощности, потому что задача производителя – грузить мощности, в первую очередь. Ну, конечно, вот такая позиция, что типа, знаете, мне и те не нравятся, и эти не нравятся. Ну, я даже об этом писал статью на любимом нашем сайте ритейлер, что большинству наших производителей почему-то нужна баба Клава, которая работает в магазинчике возле дома, но с оборотами Ашана. Вот такое отличное отношение. Я понимаю, да, вот хочется работать не с машиной, которая является там, не к ночи помянут, а Ашан, которая просто, вот что называется, ничего личного, а вот только бизнес. Но, к сожалению… Тут понятно, я иногда был на продакте, когда там с одной компанией познакомился, и они говорят, вот я в своем регионе, захожу к Марьи Семенову, и говорю, Марь Семеновна, типа ставьте мне новые продукты на полке, а в Ашанте меня посылает, даже не хочет. Ну, тут понятно, что Марь Семеновна всегда меньше производителя, а в Ашанте его больше, да, поэтому тут… И личные отношения, как бы тут исследования проводили, как можно рассказывать, что личные отношения почти всегда там активно выпирают, и там не становятся важным составляющим продажи, где технологии продажи слабые, и они отсутствуют. Я просто, если ты позволишь, я, по-моему, несколько раз на форуме ProExpo рассказывал, собственно говоря, наша бельгийская фабрика, которая производит Кокорин, да, общение с Ашаном вообще никакого физического… Ой, извините, фотоокс, левомер, я, ну, это одноэтажный, левомер. Да, одноэтажный. Да, одноэтажный. Фактически никакого нет. Они делают заказ, и этот заказ сразу попадает в программу производства. То есть никакого общения, то есть электронные документы пришли, и вы проси Господь нас хотя бы сорвать на один день, на одно ИСКЮ, на одно расхождение, не ту нитку поставить и так далее. Мои правнуки будут расплачиваться, то есть вот такой уровень контрактов. Понятно о технологии. Да. Вот тут, кстати, вопрос по технологиям, по контрактам. Там, есть ли лекарства для конфликта по битому бракованному товару по приходу поставщик эксплуат магазина? У нас только конечная инстанция магазина, что грустно. То есть вопрос поставщика. То есть компания работает, и при этом постоянно какие-то проблемы с битым товаром, с возвратом. Вот твое мнение, как бы им быть? Понятно, что всегда магазин говорит, что либо забираете, либо в сайт, и вон сами такие. Ну, здесь ситуацию надо, конечно, больше расширять, потому что информации у нас с тобой в данном случае недостаточно. Да, возможно, образно как бы, да. Здесь могут быть виноваты обе стороны, потому что сейчас говорю, как ты знаешь, раз в полгода я выхожу, выгоняю весь офис работать в магазы, и, соответственно, часть вины бывает именно на магазинах, когда они, скажем так, свой порченный товар выставляют производителю. Но, в целом, надо разбираться и в любом случае работать в том числе и с магазином, и с офисом, в любом случае. Потому что, если у вас есть байер или есть отдел формирования ассортимента, с ним надо обязательно направлять претензии, если таковые с вашей стороны есть. То есть, обязательно устраивать документальную, нудную работу. Почему-то у нас считается, что розничная сеть должна принимать все. К сожалению, вот это совковое отношение к рознице как отделу сбыта. Так и нет. Никто вам ничем не обязан. Надо четко себя понимать. У каждой из сторон своя стратегия. Для розницы ключевым клиентом является физическое лицо, и далеко не является производитель, который может быть, а может и не быть. Не вы так другие, что называется. Для производителя, если он выбрал стратегию не собственной дистрибуцией, является розничная сеть, тогда будьте любезны выполнять договорные условия и отстаивать их на контрактном и договорном этапе, когда вы только заключаете этот договор. А они потом уже после драки кулаками не машут. Ну, согласен. И, конечно же, туда берется тот бой брак, потому что вполне возможно... У нас нет с тобой информации. Достаточно. Вполне возможно, берется на склады поставщика. Если же даже берется он не там, а появляется в момент перегрузки с РЦ на магазины и так далее, и обратно, то поставщику стоит подумать об своей упаковке. Может быть стоит ее изменить, дабы он не вредит товар. Да, усилить ее, например. Еще такой вопрос пришел, и он там повторяется. Продюсер пишет, что должен на него ответить. Время задать его. Вопрос относительно тренда, отражающего изменения форматов магазинов. То есть, как за 2-3 года будут меняться форматы магазинов? Ну, я боюсь, что я не покажусь оригинальным, и поэтому я повторюсь то, что я, наверное, говорил пару лет назад. В общем, к сожалению, мы сваливаемся в эту тенденцию. В общем-то, к сожалению, мы сваливаемся в очень жесткий водораздел между бигбоксами, соответственно, гиперами, с большим ассортиментом низкой ценой и с маленькими магазинами, соответственно, сетевыми, с ограниченным достаточно ассортиментом, но опять-таки с низкой ценой. К сожалению, вот, чем больше я смотрю по регионам, магазины, которые, скажем так, тянут, пытаются вытянуть на некого среднего покупателя, за счет того, что среднего покупателя я пока не знаю, кто такой, как и не знал последние 5-10 лет назад, они, как правило, схлопываются. Поэтому, если четко себе понимаешь, что на сегодняшний день качество обслуживания в магазинах востребовано мало, то, соответственно, и такие будут форматы. Там, где качество обслуживания мало. В сегодняшний день мы это ярко видим по толпам в том же каком-то дни к ночи, по-моему, там, Яруа, Ашане, ну и далее везде. Ну, понятно, как большие компании будут повлекать больше количества покупателей, маленькие меньше. Хотя, вот, разные компании по-разному работают и, соответственно, например, тот же супермаркет «Азбуки вкуса», да, который, собственно, показывает чудеса выручки с многоквартиратного, «Азбуки вкуса», по их словам, и, как бы, работают как раз на том среднем классе. Ну, здесь… К сожалению, здесь ключевое то, что «Азбука вкуса» – это, к сожалению, только московская заморочка, что очень сильно… сильно это, на самом деле, расстраивает, потому что… Ужевские издания, видимо, тоже, бесконечно. А, ну, супер. Потому что они в подобном формате тоже активно работают на среднем. Ну, вот, в целом, конечно, этот средний класс, на нем пока я не видел, чтобы на нем выстраивались какие-то большие концепции. В рамках одного-двух магазинов, если вы локально находитесь где-нибудь в Пензенской какой-нибудь «Рублевке», то вполне реально существование такого магазина. Почему нет? Тогда, вот, тут много вопросов по закону, да, и в следующем присутствии к закону. Дим, такой вот вопрос. В своих выступлениях часто критикуешь власть в области политики в поддержке малого и среднего бизнеса. Да, вот, соответственно, куда они влияют, там, хоть и не в ключе, там, утро включаешь шарик на кухне, оттуда тоже, Дима, говоришь… Скотина какая. Вот, что там, малый бизнес, трезорит. Ну, и, соответственно, таким образом трогаешь власти по этому отношению. Тебе-то это зачем? Ведь деньги любят тишину. Ну, в целом, ситуация очень простая, коллеги. Я, конечно, понимаю, что у нас 99,9% предпринимателей предпочитают отсидеться, в общем, но когда потом… пусть тогда просто понимают, что страну и государство, в общем-то, мы создаем все вместе. И от того, что вы позволяете к себе относиться как к овцам, то, в общем, это не есть грудь по причине того, что… Ну, скорее всего, да, голову мне спилят существенно раньше, чем вам. Вам-то это чем поможет, собственно говоря? Да. То есть, вы дольше особо не проживете просто принципиально. Надо понимать, что еще раз говорю, до тех пор, пока каждый гражданин, и я в том числе, занимаю какую-то активную гражданскую позицию, не раз в 6 лет, как ночь принято, сходил, бумажку опустил, вот это гражданская позиция. Ну, если сходил. Да, если сходил, то не под себя, по крайней мере, хотя бы. Вот. Это не гражданская позиция. Задача тебя, как гражданина, это часть служения профессии предпринимателя. Поверьте мне, что оно существенно больше в России, особенно, чем просто банально, там, сегодня утром открыл магазин, вечером закрыл. Потому что, вот, если читать дальше вопросы, то, когда начинается, там, вот, там, напишено «Ессентукак» написано. Это конкретный вопрос, он шел в следующем, в догонку. Да. То есть, есть ли прецеденты в выигры, что сюда в РАЛе? В РАЛе, вернее. Значит, есть такие прецеденты, просто здесь вопрос очень обширный, если его повесить на форум, вы потом почитаете. Просто ситуация такова, что когда вас начинают, извините, грохать, то тут вот вы такие все пушистые. иди, там, Дима, помоги, условно, Дима, там, или какой-то власть, там, и еще. Ну, важно. Да, да. Давайте президенту напишем. Да, давайте президенту напишем. Это, конечно, все зашибись. Я приведу пример. В городе Таганроге есть лига потребителей, которая просто поставила на уши все магазины. Они просто пишут, там, такие подложные акты, и потом выигрывают их в суде. И все, я просто затерроризировал. И просто на этом, просто банально под флагом, что защита прав потребителей, просто обогащается. Банально. То есть, у меня сразу вопрос к тем, кто задавал вопрос предыдущий. Ребят, ну, раз ваша позиция такова, что давайте язык в жопу и будем не отсвечивать, то не вопрос. Тогда не надо больше язык в жопу, все, тогда вот там возникло, там, в Есимтуках проблем, в Таганроге проблем. Язык в попку и молчи. Либо мы будем это как-то чуть-чуть поживее, хотя бы за себя. Я не призываю никого, прости Господь, биться за кого-то. Вы хотя бы свои права отстаиваете. Если вы не хотите этого делать, ну, в общем, закон о торговле вы получили. Кто от этого выиграл? Кто от этого выиграл? Да, конечно, в итоге выиграли транснациональные корпорации. То есть, даже не к ночи поймаем, это господин Злагельский, небезызвестный депутат, естественно, нашей партии «Наше все», он сам говорит, что вот закон о торговле не работает. Потому что выиграли, простите, выиграли транснациональные. Если раньше ты мог завести товары за бюджет, конкретно за рекламу, за маркетингу, и это не считалось уголовным наказанием, то сейчас нужно какие-то изобретать договора, вот так вот выкручиваться, и каждый друг на друга смотрит искоса, потому что в любой момент может быть… И все виноваты. И все виноваты. И все виноваты. И все понимают, и прокуратура может хлопнуть и того, и производителя, и ритейлера. А, естественно, крупно-крупно транснациональный производитель просто заходит и говорит, ну вот моя вода должна здесь, моя жвачка должна быть здесь, мой шампунь должен здесь. Ну, это же надо быть каким олигофременом, что да, вы не мелочи, воспользовались транснационалы, когда сейчас опять идут новые поправки, они будут введены, ограничения на ценах, я вас уверяю, что мелочевка, вот мелочевка производителей будет, да, даешь ограничения на ценах, уроды, уроды, просто уроды. Вот таким большими словами, проиграете вы, выиграют опять транснационалы. Вот до тех пор, пока человек сам не будет просчитывать хотя бы на два-три шага, что его возмущение, это должно быть возмущение либо системное, либо просто закрой хвости и не морочь голову. Ну, есть еще один игрок, который выиграл от закона. Я вот разговаривал с Владимиром Радаевым, да, ну, проектором вышел в экономике, он потом еще придет и мешал. И, соответственно, как бы, там они провели исследование, и в рамках этого исследования стало понятно, что, на самом деле, одним из главных его выигрышев является ФАСП. А, собственно говоря, я надеюсь, что наши коллеги вывесят, поднимут, есть такая статья Дмитрия Потапенко, она, наверное, трех- или четырехгодичной давности, что она так и называется, что главным выигрышем по закону о торговле будет ФАСП. Просто найдите ее в архиве. Ребята, она прямо так и называется. Что это про ФАСП? Я сразу говорю, что закон писали ФАСП. Под ФАСП это все сделано. Ребята, все, вы поговорите про это. Это сейчас шизофрения, сейчас это заявляет, я говорю, это еще до закона было понятно. Вы выпили, наверное, бы. Я тебе задам следующий вопрос. Нет, да у меня, может быть, как они смотрят. Вопрос, на самом деле, я его задам. Дмитрий, помню, вы небесно выражались о климате для среднего бизнеса в России пару лет назад. Да. Сейчас после выборов, да и вообще в текущий момент, что-нибудь изменилось, или вы отдал с вами ТИБО? А были выборы? Да, кто-то выпили. Да. Собственно говоря, мы можем только поднять бокалы за несменяемость власти во веки вечные, во веки веков. Слава, слава. Слава, слава, да. Всех столиц скандирует Ленин, партия комсомолов. Главное, даже немного букв надо. И главное стоя. Всех сидит стоя? Да, да, да. Лена, хорошо. Давай-то продолжим. Понятно, да, что антидот выработаться, в принципе, я думаю, не может. Конечно. Потому что, когда вас бьют стратегическим током, палками и другими железными предметами... У меня нет, блядь. У меня не выработался. Вот я кричу. Я кричал там несколько лет назад, сейчас я стал кричать еще больше, и пока у меня антидот не выработался. Если вы молчите, значит, у вас выработался. Вот самый интересный такой вопрос, кто посмотрел, когда в Фейсбуке, в других этих... А кто за ним стоит? Вот, Тим, кто за тобой стоит? Что такое? То есть на всех наезжаешь... За нами стоит Лев. Тигр. Понятно. Тигр. Ну, это не только Лев. Понимаешь? Понятно. Честно не хочешь сказать? Да, это мы продолжим. Продолжаем. Просто выигим. Закон о торговле несколько лет. И, соответственно, мы уже поговорили, кто его выделил. И вот человек задает вопрос. В сети, все бонусы или в маркетинг? Ну, что понятно. Да. Тигр требует даже больше, чем раньше. Естественно. Некоторые поставщики судятся. Но большинство судов или исков было выиграно сетями. Естественно. И вот, что получается. Сет предлагает на рентабельные условия поставки. Нарушает закон. Поставщик не должен отказать поставки, либо идти в суд. Если нет возможности оплатить запрошенную сумму. А сети выигрывают в суд и получают... Получается, все равно. Ты не проходишь сеть, все с тобой дела после суда, никто не захочет. Получается, что ничего не изменилось, а стало только хуже. Да. Вопрос. Как тебя-то видела эта ситуация и... Как еще раз говорю. Ребята, вот давайте я могу написать на эту тему сейчас статью. Товарищи производители, если вы, дебилы, пропустите... Нет, откровенно. Пропустите. Прямой эфир. Пропустите. Те поправки, которые сейчас будут внесены в Госдуму, вы пропустите. Не обижайтесь. Вы просто будете вылетать свистом. Вы просто позакрываетесь. Потому что ограничат наценки. Посмотрите, что произошло на фарминке. Вынесем нахрен абсолютно весь дешевый сегмент. Еще раз подчеркну. Вы пропустите эти поправки. Триндец вам. Ну, там же не только дешевый сегмент вылетает. Вылетает, конечно, весь российский производитель. Конечно, российский производитель закрывается. Ребята, еще раз говорю. Вот сейчас я вас предупредил. Это прямой эфир. Он не вырезается. Вы пропустите. Нам, сетевикам. Да, делайте, что хотите. Ну, а я добавлю уже с точки зрения, как бы там, уже больше технологичной. То есть, понятно, что когда закон принимали, негромое понимание для того, чтобы кому-то из производителей стало хорошо. Должно было стать хорошо только лишь изморным производителем, которые являются производствами каких-то добрых людей, которые находятся где-то вверху. А в автобусах не ездят. Соответственно, это стало, возможно, легче, хотя вряд ли. Но, опять же, закон принимается для всей массы, или огромного количества участников рынка. Соответственно, для того, чтобы продать сеть, нужно быть для сети интересным. Нужно быть интересным покупателем, нужно быть интересным конечным потребителем, нужно быть интересным любым торговым точкам. А для этого нужно работать с логистикой, с маркетингом, с ценой, с качеством продукта. Если у вас это все хорошо, действительно хорошо, а не то, что вы думаете, что у вас хорошо, то вы будете везде стоять. Приведу пример. Вот данное такое маркетинговое открытие сырки «Баю Александров». Это не реклама, это просто пример. В коробочках? В коробочках. Сырки, которые рекламу не видят ни разу. Нигде за последние пять лет. Но они живут во всех сетях. Потому что качество хорошее, потребители покупают их снова и снова. Также еще много других товаров, на которые рекламу не идет ни одного раза, ни одной акции, ни одного желтого ценника. Просто товар лежит, потому что отличного качества. И с ним постепенно работают. Если же товар нравится только вам, или ничем реально отличается от других товаров, но вам так кажется, что он лучше, то это нужно доказать, а доказать нужно аргументами, а не просто тем, что мы его не имеем. Я отечественный, у нас это аргумент. И главное, что я производитель. А, да, это все. Хорошо. Ну, продолжим. Вопрос. Сейчас что будет приходить с Петей? Можно я это завалючу? Значит, еще, господа производители. Значит, сейчас будет, кстати, приниматься, опять-таки, это обращение к гражданам России. Сейчас вы уже очень любите позаботиться о себе, как о том, чтобы мы не курили. Вот сейчас принимаются поправки, конкретно занесенные Минздравом. Сейчас просто весь малый бизнес, вот все палаточки, у них отберут право сначала сигареты продавать, потом алкоголь. Господа производители, которые не алкоголь и не сигареты, если вы сегодня, сейчас пропустите этот закон, завтра не обижайтесь, когда там не будет жвачек, хлопьев, не знаю, лотерейных билетов, а остальным всякой шняги. Собственно говоря, вас убьют еще один канал торговли. Если вы считаете, что это идет мимо вас, вот тот вопрос о том, а что ж ты по-другому кричишь? Потому что это грохается страна, это грохается в прямом смысле бизнес, ваш бизнес, не мой бизнес, мы выживем. Еще раз говорю, я выживу, я выкручусь, но вы засунули язык в задницу и молчите. Продолжаем. Слава интернационалу. Да. Продолжим. Дима, теперь уйдем от аналитики, которые соли, конечно, всех интересуют, потому что каждый насыпан на глаз мешок соли. С партии родной они навеки. Это именно с этой картины? Эта партия запрещалась понимать. Продолжим. Мне интересует вопрос, непосредственно, об управлении твоей сетью. Первый вопрос, который, думаю, интересует всех поставщиков производителей, так оцениваешь аффективность закупщиков. Какой закупщик эффективен, какой нет? Для меня ключевое, конечно, математически, то есть это отсрочки платежа, соответственно, оборачиваемость товара, о котором ты говорил про сроки. Даже я их вспомнил, потому что на группе ассортимента они у нас были. Я их реально попробовал, и мы смотрели. Соответственно, вы выжитые, безусловно, условия и по логистике, по отсрочке, по мерчендайзу. Мы с тобой традиционно друг у друга прием вот этот слайд, с 14 параметром договоров. Этим мы формальным признакам оцениваем только по формали. Понятно. Хорошо. Какой поставщик для твоих магазинов является идеальным? Какой будет приоритетным? Что нужно для поставщика, чтобы быть приоритетным поставщиком? Ну, давай так вот. Смотри, вот этот вопрос периодически возникает. Что такое идеальный поставщик? Приоритетный, не идеальный. Да, потому что идеальный поставщик – это деньги на стол, товар себе сам свободен. Ну, это идеально. Ну, а веселье? А веселье – это вот здесь и магазин не строим. Это идеальный. Если мы говорим, ну, так вот, объективно, да. Если мы говорим о приоритетном, то, безусловно, если эта группа не является белью, идут транснационалами, то главное, чтобы он раскручивал оборот, чтобы он тянул за собой всю группу. То есть вот два-три производителя в группе, они начинают раскручивать, и в том числе и ассортимент рядом. Вот если он за его товаром приходит покупатель, вот без всего, не важно, там даже мерчендайзинг, там выкладка, вот просто покупатель видит его товар. Чувствует, что не только низкая цена, но и на вкус ему приятно. Welcome – вот этот товар сам. То есть качество и развитие категории? Развитие категории, в первую очередь. А что в первую очередь? Я бы сказал развитие категории, потому что качество – это штука такая невербальная, очень сложно оценивать. Ну, согласен. Хорошо. Такой вопрос. Каким должно быть коммерческое предложение, чтобы мусор читали? Не чтобы мусор на кнопку делить, да, а чтобы его прочитали и дали ему ответ. Значит, минус с тобой уже даже, я вынужден был тебе подключиться на твои тренинги, и мы с тобой уже не один раз рассказываем, я расскажем еще раз в прямом эфире. Конечно, это не должно быть больше листа А4 формата, хорошо, если полтора листа. Это максимум. Это максимум, да, потому что прочитать это невозможно. И то крупным шрифтом, явно не 12-м, потому что у всех слабое зрение. Сразу могу. Об этом Петя рассказывает минимум два часа. Я ему там второе что-то поддакиваю слабо. Пожалуйста, излагайте мои выгоды. Меня как предпринимателя, меня как байера, я должен понимать свои выгоды. Я понимаю, что сейчас у всех смелькнуло. Так, сколько заноса? Сколько заноса, это, извините, это не моя выгода как предпринимателя, это мой ущерб как предприниматель. Если это будет стоимость заноса, то, соответственно, и вы больше не будете работать с нами, ну и, соответственно, боярник будет больше работать. Поэтому, вот выгоды. Сколько у вас, какая будет цена у меня на полке? Какой оборот я смогу получить от вашего товара у себя на полке? Как действительно то, о чем я говорю, разольется категория? Какие вы будете делать промки, собственно говоря? Как вы будете смотреть по торговым сезонам, о которых я все время говорю, что их там 21, делайте хотя бы их 6-7. То есть, как вы будете именно развивать мои точки? Вот мои точки с помощью вашего товара. Вот если это будет изложено на листе А4 простым ясным языком, как я всегда говорил, фразой из 7 слов заканчивается либо точкой, либо вопросительным знаком. Если вы начинаете изъясняться, не будет ли любезен многоуважаемый джинн, ну, конечно, мы будем любезны, как многоуважаемый джинн, только я ни хера не понимаю состагательные наклонения. Я вас уверяю, что и 90% их не понимают тоже. Они их тоже ни хрена не читают. Ну, так вот, корот. Понятно. Ну, по конечному предложению, кстати, вопросов было много, и я решил сделать бесплатный вебинар, который будет 19 марта. Вот на сайте, на ритейнер, на форуме сделаем ссылку. И на моем сайте тоже реал-менеджменты смотреть. Там, по-моему, порядка 30 слайдов, что-то такое у тебя. Да, да, да. Ну, то есть там практически все расписано. Читайте и петь. Слышь вопрос. На основе этих факторов принимается решение о выборе бренда и своих конкурентов. Сумма маркетинга или интерес покупателя к бренду. То есть вот слово бренда, на самом деле, меня пугает. А я не понимаю. Да, потому что вот в той же пензенской области заходишь в какой-нибудь подвал, который делают печенье, и они говорят, наш бренд, да, какой бренд, у вас хоть им это есть? А, есть. Да, бренд есть. Именно, но бренд есть. Вот, да, ну, вопрос. Все-таки вернулись, да, к покупателю. Каким образом выбирают маркетинговый бюджет или бренд? Вот мы только что говорили об этом, да, повторим еще раз. Опять-таки, когда приходит поставщик, что важнее от него, бюджет или бренд? Ну, все-таки очень другие параметры для логистики. Ну, вот другие параметры, понимаешь, потому что меня не просто пугает, я его, к сожалению, не понимаю. Ты абсолютно прав с точки зрения, там, вот это выбредительное. Что значит бренд? А пупкинское молоко, оно брендованное, но если оно в Пупкине, да, но в рамках локальной территории оно брендовано, но в рамках территории, условно говоря, каком-нибудь под Москвой никто не знает этого бренда. Поэтому, если вы говорите о каком-то распространении вне рамок вот этого города Пупкина, то у вас бренда нет, вы не морочите голову. Как я всегда говорю, когда задавал вопрос там под единую акцию, под единый магазин, я всегда говорю, лучшую надпись на магазине на сегодняшний день, при моих скромных, я подчеркиваю, даже там подбегающих к 300 магазин, лучшую надпись на магазине это пока продукты. Вот когда я накачаю мускулу, тогда можно выводить. И поэтому сейчас говорить о том, что производители создают бренды, да нет, производители абсолютно верно так сказал, есть наименование, и ключевое это как раз развитие категории, логистика и далее везде. То есть, мастер является одним из критериев Пупкина, и это не самым ключевым. Абсолютно. И если у вас есть с маркетинга, который будет без маркетинга, а мое с маркетингом, то скажешь, что возьмут чье? Мое или его? Скорее его, если оно в лед идет. Таким образом, задача производителя, на самом деле, не думать о том, какие суммы нужно кому-то откатить. Не думать о том, как... Да нет, подожди. То есть, дело вошло. Конечно, я подходил кандалеру, и мы так говорили, они постоянно были цифры отказской. Это Сергей Няк. Слушай, вот эта шизофрения, чем больше этой шизофрении, в том числе и на сайте ритейлеров, засирают абсолютно весь форум. Сколько откат? Дайте телефон. Да хорошо, идиот, блин, ну дал ты этот откат. Во-первых, СБ все равно про это просечет. Тебя выгонят, тебя позорят по рынку, и этого балбеса выгонят. И что? Вот ради чего? Да пусть и носят эти откаты, дебилы. Раз человек идиот, вот его перелечить невозможно. Пусть они... Перелечить можно только пока, когда они вот наносятся, нажмутся это, поймут, что это ничего не приносит. Только тогда пусть носят. Носите. Носите больше. Раз человек... Вот если человек олигофрент, его ничего не исправит. Горба-то он не засправит. Носите. Конечно, фолио-ландовар. Я занесу. Да. А вот вы, кстати, простой бизнес, у вас сразу проблемы решили. Задайте и пейте эти вопросы. Это за шутка. Сколько заносим? Заносите пейте миллион. Хотя бы человеком обратиться. Да, но ответы лучше мне. Дам. Я хоть симпатичный. Дам. Дима, такой вопрос. Дмитрий, ну вот уже про кадры. Мне одному кажется, что кадрный ресурс истощился, и за последние пять лет все труднее и труднее набрать сотрудника. Я уже как перефолензировал вопрос. То есть, и вопрос, а как ты, наконец, пришла? Значит, не просто истощился. В целом, Россия пришла вот, благодаря такой невнятной, ну, блюзг, извините, по так псевдо-социальной политике, мы пришли к состоянию следующему. У нас все графья, и ни хера никто не хочет работать. Зарплаты уже реально настолько высоки. Ну, ни у кого не щетка, вы говорите, что ключевое, это не сколько у тебя резаной бумаги в кармане, а сколько ты реально на это можешь купить. И вот у всех, вы говорите, давайте повысим зарплату. Дебилы! Блин, если вы не понимаете, что ключевое... Вы выпиливали. Да, не, не надо. Тогда будет еще хуже. Вы вообще-то это разнесем к счету. Если вы не понимаете, что ключевым является не сумма резаной бумаги, в кармане, а ваши издержки, и что ключевое, вы должны пинать не условного ритейлера, который цены задрал, не важно, например, на ваше штанье, а того, кто задрал на ЖКХ, задерет вам цены, кто задерет на налоги цены, кто задерет, извините, на госмонополии цены. Если вы этого сами не понимаете, то вот сейчас в московских магазинах грузчик зарабатывает 700 долларов. И это не титульная нация. Причем я подчеркнул, вот везде мы решаем этим вопросом очень простым. Мы привезли не титульную нацию. Потому что во всех странах мира работает только не титульная нация. Гастарбайтеров. Гастарбайтеров. В общем, я подчеркну, это во всех странах мира. Сити Симпл работает, у Ашан, у города Париж работают китайцы, повторюсь, у Волмарти работают мексиканцы, у нас должны работать условные таджики. Ничего личного, потому что это конвейер, тяжелый конвейер, другого варианта нет. Понятно. Просто как пример, по поводу инфляции 6% и того, что заплата повышается. Есть единственный критерий, которым измеряется инфляция, это золото. И, соответственно, золото тысячу лет назад стоило, сколько можно было купить хлеба на тысячу, на килограмм золота, сколько его можно купить сейчас. Так вот, за последний год, чуть больше, цена золота выросла в два раза в рублях. Просто тупо в два раза. Поэтому, если зарплата была, там, тысяча долларов, тридцать тысяч рублей, то сегодня у нас за то, на эквиваленте стоит 15 тысяч рублей, если она не выросла, то тоже в два раза. Да? Ну, согласно, зарплата, конечно, сегодня аморальная, а людей нет ни было, они просто, мы в демографической диаметре ближайшие 20 лет, поэтому, вариантов, как привоза, к сожалению, гастров у нас нет. Ну, как еще ты говорил, что нужно помочь Даджикистану создать высшее образование. Да, да, да. Будет все хорошо. Будет все хорошо. Ну, не у тех, кто надержит труда. Да. Еще такой вопрос. Опять возвращаясь к книге правления сети, да, то есть, вот возвраты. Сегодня возвраты, мы за них говорили немножко, но тем не менее, кто бы еще задать вопрос. То есть, по линии, оборудов, если вы думаете, Продолжение следует... 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 Если мы объединимся, мы будем круче. Как это будет объединяться с Гоги или с Ваней, если у меня конкурентная тайна? Как бы это такая тайна у всех? Да, такая тайна, такая тайна, секрет провершенный. То есть, условно, хабы начинают расти. Что такое 3PL-оператора и 4PL-оператора? Это складская транспортная и комплектовочная логистика. Что мешает двум магазинам комплектоваться из одного маленького подвальчика, в котором будет условно 50 метров, где вы, два магазина, договоритесь, что договор будет на одно юридическое лицо, пусть не вам никому не принадлежащий, только являющийся финансовым партнером для ваших производителей, и куда будет привозиться в один этот подвал, сразу на два магазина товар, соответственно, а вы там сами уже распакуете из упаковки молока. Один возьмет 6 штучек, другой 6 штучек развезет, тем самым вы увеличите собственный объем. Вот так растут хабы. Ничего такого сверхординарного нет. И, соответственно, вместо того, чтобы покупать каждый, купить себе под четверки, и будет такой, затонирует ее, еще там отгорно повесит вот эту бахрому, и будет совсем такой финтиперстовый парень, купите одну четверку, но на двоих вскладчину. Что мешает? Не понимаю. Ну, то есть вот эти хабы, они даже на банальном рыночном уровне, они имеют место быть. То есть их можно делать. Но для этого нужно понимать, что да нет у тебя никакого конкурентного, да нет у тебя никакой тайны коммерческой. От того, что у тебя Кока-Кола на рубль дешевле, чем у твоего соседа Ивана, да ты лошара, какая у тебя коммерческая тайна, родной? Понятно. А у него там не сигарет у нас будет дешевле. Самый смысл сохранять коммерческую тайну, у нас гуманность, чтобы конкуренты от смеха не умерли. Да, да, чтобы честникам не умерли. Еще вот вопрос, прислали благодарности за передачу Дмитрия Перовича и тебе. И второй вопрос, непрофильный. Товар непродовольственный. Вот, я прочитаю, потому что я, честно говоря, плохо понимаю смысл. То есть, продовольственный товар, на каком проценте доля рынка оставляется эта экспансия интернет-трейдинга к рознице по вашим прогнозам? И имеет ли смысл разрабатывать индивидуальные активности для перетягивания клиентов от компов в магазин? Тоже вопрос о продовольствии. Да? Да, еще раз читаю. Я хочу, думаю, вот так. Есть, есть, давай подумать так, погадаем. Есть, а почему у тебя люди такие вопросы по закупщику? Ой, у тебя здесь много англотики. Нет, ну, просто садимся в шутер, тогда шаш. Давай рассчитываем. Давай рассчитываем. Все, есть, сегодня есть сети, которые интернет торгует, что ли, вопрос? Да. Точнее. Ес! Пристудим, знатокам! Я только по расходу развернусь, понимаешь, постепенно. А, да, 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 пока я продолжу. Сегодня сети занимаются больше долей рынка. Причем, это даже не моя идея, это, например, «Моритейл.ру», веселая статья, переводная американская, там, где у производителей сегодня единственный путь компенсирует давление розницы, это уходить в интернет-торговлю. То есть, создавать там, где возможно, интернет-магазины, там, или создавать канал коммуникации с покупателем именно в магазине. то есть, ну, а вот там... Вы производите? Да, да, да. У того, кто есть, есть товар, который можно чем-то отличить, понимаешь? Если производишь один и тот же товар, молоко, трусы, то вот, трусы, понимаешь, могут быть красные, могут быть синие, то есть это уже... А еще сие они есть? А еще могут быть красно-деленые. У нас времени будет много потом. Обсудить себя. Постепаться. Да. Но, тем не менее, смотри, вот интернет-торговля, я понимаю, человеку есть такой вопрос. Дай, по-моему, вот так. Имеет ли смысл перетягивать продажи в интернет и наоборот, имеет ли из интернета перетягивать продажи в магазин? Значит, на эту тему даже у меня была целая часовая на финале программа обширская. То есть, как раз и она там висит у меня где-то на ВКонтакте, по-моему, ребята ее вывесили. Значит, является ли интернет-торговля угрозой оффлайн? Не является угрозой, потому что ключевой болтологией на предмет того, что в интернете меньше издержки, это была полная херня. Потому что ключевой издержкой в интернет-торговле является как раз оффлайн, в котором является транспортная, комплектовочная, складская логистика и зарплата и воровство ваших курьеров. А вот эти все четыре составляющие, они колоссальны. И интернет-магазины, которые сейчас немереное количество, они могут существовать только если они существуют на контрабасе. Если они в рамках контрабаса, то нет проблем. Ну, то есть на контрабандном товаре. Без уклада налога. Без налога, да. Да, тогда да. Ну, все-таки экономия-то есть, но на магазине, на сотрудниках магазинах. Но при этом, да, если ты работаешь сам на себя и ты являешься курьером, потому что через пару-трубых месяцев у тебя курьер, привезший деньги за товар, собирая там 5-6 клиентов, он просто исчезает с этими деньгами. Ну, да. Ну, тем более, в студии контрабаса упала. Конечно. Все туда может милиционер. Так что все очень логично. Хорошо. Итак, еще два вопроса и мы заканчиваем. Потому что по времени уже много. Я думаю, всем пора работать, дабы повышать и прокапитализацию компании, свои личные. Поэтому есть еще вопросы? Вопросов нет. Тогда успешно всем в неделе. Завтра хорошо отмели окончание трудовой недели. Вот. В третий день у меня начало. И, соответственно, удачи. На следующей неделе смотрите нас в эфире программа Диалоги и ретейли. Дмитрий, спасибо. Спасибо, Игорь. Всем счастья, удачи и с 8 марта. И вас также. Игорь Негода. 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 Продолжение следует...